Благодарность — это не просто социальная вежливость, это мощное эмоциональное состояние, которое может привести к значительным изменениям в нашей биологической системе. Когда мы испытываем благодарность, вариабельность сердечного ритма увеличивается, что связано с лучшим здоровьем сердечно-сосудистой системы и большей устойчивостью к стрессу. Более того, благодарность может менять функции мозга. Исследования с помощью МРТ показали, что благодарность активирует мозг в областях, связанных с эмоциональной регуляцией и системой вознаграждения. Эти изменения влияют не только на наши ощущения. Благодарность не только улучшает настроение, но и повышает способность мозга мыслить ясно и принимать позитивные решения. Она запускает цепную реакцию в организме, поддерживающую наше благополучие, вызывает высвобождение нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, известных как гормоны счастья. Это не только поднимает настроение, но и успокаивает нервную систему, делая нас более спокойными и менее подверженными реакциям на негативные ситуации. Традиционно мы приучены чувствовать благодарность после получения того, чего мы желали. Однако ключ к квантовой активации заключается в том, чтобы изменить эту последовательность. Чувствовать благодарность так, как будто желаемый результат уже произошел. Такой подход меняет ваше эмоциональное и энергетическое состояние с состояния нехватки на состояние обладания, тем самым приводя вас в резонанс с теми переживаниями, которых вы желаете. Например, если вы надеетесь получить новую работу, вместо того, чтобы ждать, пока вы ее получите, чтобы почувствовать благодарность, начните культивировать чувство благодарности за эту работу, как будто вы уже ее имеете. Представьте, как бы вы себя чувствовали, заходя в свой новый офис, общаясь с коллегами, выполняя свои ежедневные задачи. Проживая эти чувства в настоящем, вы синхронизируете свою энергию с этой реальностью, тем самым повышая вероятность ее проявления. Каждая эмоция излучает уникальную энергетическую подпись, и подпись благодарности особенно мощна, потому что она резонирует на частоте принятия. Это важно, потому что в квантовом поле подобное притягивает подобное. Поэтому, удерживая эмоциональное состояние благодарности, вы посылаете сигнал в квантовое поле, что вы находитесь в состоянии принятия благ. И поле отвечает, выстраивая ваши внешние обстоятельства в соответствии с этим внутренним состоянием. Медитация является прямым методом культивирования и усиления чувства благодарности. Сидя в тишине и сосредотачивая ваш ум на аспектах вашей жизни, за которые вы искренне благодарны, вы можете начать менять свое эмоциональное состояние от состояния нехватки или желания к состоянию изобилия и исполненности. Начните с того, что найдите удобное место, чтобы сидеть тихо без отвлечений, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, сосредоточившись на ощущениях воздуха, наполняющего ваши легкие. Когда вы почувствуете себя сосредоточенным, вспомните что-то совсем недавнее, за что вы благодарны. Это может быть значимое взаимодействие, личное достижение или просто красота солнечного дня. Позвольте этому чувству благодарности наполнить ваше тело и обратите внимание на возникающие ощущения. С течением времени этот процесс становится не только более легким, но и более мощным, позволяя вам получать доступ к чувству благодарности на протяжении всего дня. Изменение, о котором мы говорим, не требует титанических усилий. Оно происходит естественно и автоматически, когда вы синхронизируете свое эмоциональное состояние с благодарностью. Постоянно практикуя благодарность, вы создаете обратную связь в своем теле и разуме, ваш мозг начинает укреплять нейронные пути, связанные с позитивными эмоциями, что облегчает возвращение к ним даже в трудные времена. Квантовое поле — это всеобъемлющее поле потенциала, которое существует вокруг нас постоянно, пространство, где существуют все возможности, из которого рождается наша реальность. Приводя себя в резонанс с квантовым полем через эмоциональную подпись благодарности, мы начинаем резонировать с его бесконечными возможностями. Это выравнивание является не просто метафизическим, а практикой, поддерживаемой квантовой физикой, которая предполагает, что наши наблюдения и ожидания действительно могут влиять на исход событий даже в самом мелком масштабе. Чтобы эффективно взаимодействовать с квантовым полем, требуется культивировать состояние открытости сердца и расширенного мышления. Этого состояния можно достичь через практики медитации, сосредоточенные на сердечной когерентности, ощущении любви и благодарности. Практикуя эти медитации, вы, по сути, настраиваете свою личную энергетическую частоту, чтобы она соответствовала гармоничным частотам, присутствующим в квантовом поле. Этот резонанс позволяет вам задействовать более широкий спектр возможностей и потенциалов, преодолевая разрыв между вашей нынешней реальностью и той, которую вы хотите проявить. Когда вы резонируете с благодарностью, вы становитесь магнитом для большего количества опыта, который вызывает дальнейшую благодарность. Это не просто мечтательные ожидания, а настройка чистоты, которая притягивает к себе схожие энергии. Согласно квантовой модели, подобное притягивает подобное, и ваше эмоциональное состояние действует как маяк, который притягивает к вам опыт, согласующийся с ним. Например, когда вы поддерживаете состояние благодарности, вы можете обнаружить, что возможности приходят к вам легче, или вы встречаете людей, которые вдохновляют вас. Это не случайности, а прямой результат энергии, которую вы излучаете в мир. Чем последовательнее вы можете удерживать это состояние, тем больше ваши внешние обстоятельства начнут отражать ваше внутреннее состояние. Более того, поддержание этого резонанса создает самоподдерживающийся цикл. Чем больше положительного опыта вы привлекаете, тем легче вам оставаться в состоянии благодарности. Этот цикл повышает вашу вибрационную частоту, что позволяет вам поддерживать постоянную связь с квантовым полем, а значит и с бесконечным потоком расширяющихся возможностей. Регулярно настраиваясь на благодарность, вы создаете прочные нейронные пути, которые облегчают доступ к этому чувству даже в менее благоприятных обстоятельствах. Кроме того, старайтесь находить новые поводы для благодарности каждый раз. Это не только освежает практику, но и расширяет ваше осознание и оценку множества благословений, окружающих вас, многие из которых остаются незамеченными в нашей насыщенной жизни. Завершайте день ведением дневника благодарности, записывая как минимум три вещи, за которые вы были благодарны в течение дня, будь то простые, как вкусный обед, или глубокие, как признание личного роста в трудной ситуации. Процесс письма помогает закрепить воспоминания, связанные с этими чувствами, укрепляя нейронные связи, ассоциированные с благодарностью. Со временем это становится все более естественным. Со временем эта практика создает значительный резервуар благодарности, к которому вы можете обращаться во времена стресса или трудностей. Это служит напоминанием о позитивных аспектах вашей жизни, предоставляя более широкую перспективу, которая ослабляет влияние временных неудач или трудностей. Многочисленные исследования показали, что регулярная практика благодарности может оказывать глубокое влияние на наше физическое и психологическое здоровье. Например, было доказано, что благодарность снижает воспаление в организме, регулирует кровяное давление и улучшает иммунную функцию. Психологически она уменьшает симптомы депрессии и тревожности, повышает ощущение счастья и укрепляет устойчивость. Более того, постоянная практика благодарности влияет на наше общее восприятие жизни. Она переключает наше внимание с того, чего нам не хватает, на уже присутствующее изобилие. Изобилие — это естественное продолжение того, что вы уже имеете. Этот сдвиг критически важен, потому что он меняет то, как мы взаимодействуем с миром. Когда мы действуем из состояния изобилия, мы становимся более щедрыми, понимающими и открытыми. Мы лучше сотрудничаем с другими и стремимся к общим целям, что улучшает наши отношения и общее ощущение удовлетворенности жизнью. Устойчивая благодарность может привести к тому, что я называю квантовыми скачками в личностном развитии, значительным быстрым достижением в нашей личной или профессиональной жизни, которые происходят, когда мы приводим нашу энергию в резонанс с частотами роста и успеха. Эти скачки часто ощущаются как внезапные прорывы, но на самом деле являются результатом кумулятивного эффекта наших ежедневных практик. Квантовая активация задействует захватывающие идеи квантовой физики, области и следующей поведения Вселенной в самых мельчайших масштабах. В квантовом мире частицы существуют в состоянии потенциала, пока они не будут наблюдаемы, что предполагает, что наши наблюдения и намерения могут влиять на реальность на фундаментальном уровне. Выравнивая наши мысли, эмоции и намерения с частотами желаемых результатов, мы можем инициировать изменения, выходящие за рамки микроскопического квантового уровня, чтобы влиять на нашу повседневную жизнь. Благодарность — это гораздо больше, чем вежливое признание. Это глубокое эмоциональное состояние, которое может вызывать значительные физиологические и психологические изменения. Когда мы испытываем искреннюю благодарность, наш сердечный ритм демонстрирует повышенную когерентность, что улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы и устойчивость к стрессу. Это не просто субъективное ощущение благополучия, а измеримое состояние, положительно влияющее на весь наш организм. Благодарность также влияет на функции нашего мозга. Нейровизуализационные исследования показали, что чувство благодарности активирует области мозга, связанные с эмоциональной регуляцией и системой вознаграждения. Стимуляция этих областей мозга способствует более позитивному мировоззрению и увеличивает нашу способность к радости, что, в свою очередь, влияет на наши когнитивные процессы и способность принимать решения. Биохимические эффекты благодарности столь же значительны. Когда мы испытываем чувство благодарности, наш организм увеличивает выработку серотонина и дофамина, нейромедиаторов, поднимающих настроение и успокаивающих нервную систему. Такие биохимические изменения не только улучшают наше общее состояние, но и стабилизируют нашу эмоциональную сферу. Это повышает нашу устойчивость к стрессу и депрессии. Традиционный подход к благодарности основан на реакции. Мы часто испытываем благодарность в ответ на что-то полученное. Однако квантовая активация требует проактивной позиции, чувствовать благодарность так, как будто желаемый результат уже проявился. Этот подход требует ментального и эмоционального выравнивания с состоянием уже обретенного, тем самым настраивая наше энергетическое поле на резонанс с реальностями, которые мы стремимся привнести в свою жизнь. Например, если вы хотите новую работу, начните культивировать те ощущения и эмоции, которые были бы у вас, если бы вы уже ее имели. Представьте, как вы входите в свое новое рабочее место, взаимодействуете с коллегами, испытываете удовлетворение от выполнения задач. Глубоко воплощая эти ощущения и эмоции, словно они ваша текущая реальность, вы настраиваете свою личную вибрацию на резонанс с желаемым состоянием, синхронизируя свою энергию с возможностями, которые могут воплотить это в жизнь. Каждая эмоция излучает уникальную энергетическую подпись, и подпись благодарности особенно мощна, потому что она вибрирует на частоте принятия и исполненности. Это ключевой момент в квантовом поле, где подобное притягивает подобное. Поэтому, излучая частоту благодарности, мы притягиваем к себе больше обстоятельств, которые могут вызвать дальнейшую благодарность. По мере того, как вы углубляетесь в это состояние, практикуя медитацию, позвольте этому чувству пропитать вас, представляя, как тепло благодарности распространяется по вашему телу. Обращайте внимание на любые физические ощущения, сопровождающие это эмоциональное состояние, такие как легкость в груди или мягкое расслабление мышц. Затем будьте уверены, что эта благодарность прямо сейчас привлекает в вашу жизнь все большее количество добра. Автоматический сдвиг, о котором мы говорим, происходит, когда мы внутренне выравниваем себя с состоянием благодарности. Последовательно практикуя благодарность, мы не только улучшаем свое эмоциональное и физическое здоровье, но и закладываем основу для глубоких изменений в наших внешних обстоятельствах. Это не магия, а результат тесной взаимосвязи наших эмоциональных состояний с физическим миром. Поддерживая состояние благодарности, мы влияем на нейропластичность нашего мозга, укрепляя нейронные пути, которые акцентируют позитивные эмоции и восприятие. Этот нейрологический сдвиг влияет на то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним, делая нас более склонными замечать возможности и вступать в значимые отношения с другими. Внешние изменения, которые следуют за этим, улучшение отношений, новые возможности, большее изобилие являются прямым результатом нашего внутреннего выравнивания с благодарностью. Более того, этот внутренний сдвиг имеет каскадный эффект на наш общий жизненный опыт. По мере того, как меняется наше восприятие, меняется и наша реальность. Мы начинаем видеть мир не как серию случайных событий, на которые мы реагируем, а как отзывчивую среду, отражающую наше внутреннее состояние. Это глубокое осознание может дать нам возможность получить более сознательный контроль над нашей жизнью, активно формируя свою судьбу через простую, но глубокую практику благодарности. Квантовое поле представляет собой невидимое пространство, где существуют бесконечные возможности. Утренние часы представляют собой священное окно возможностей, когда мы можем задать тон на весь предстоящий день и выровняться с частотами изобилия и исполнения желаемого. Хотя практика медитации и служит мощным якорем, также жизненно важно интегрировать моменты размышления и признательности в нашу повседневную рутину. Эти моменты осознанности необязательно должны быть сложными или длительными. Достаточно простых пауз среди нашей напряженной жизни, чтобы вновь соприкоснуться с сутью благодарности и согласовать себя с нашими высшими намерениями. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok